Илита Артсплюй Продакшн представляет Решим вопрос о создании нового аккаунта Я сделал новый аккаунт Чисто новый, только в него зашел Просто ради теста Что я хочу проверить Когда я нажму на играть Мне должны задать вопрос Играл ли я в доту или нет Я выберу, что я в доту не играл И по идее меня должно кинуть на нормал скилл при первой игре Давайте попробую На самом начале я в любом случае включу настройки Общая заступная история матчей Чтоб сразу первую игру увидеть Нажимаю играть Обычная игра, правильно? Правильно, обычная игра Россия Вот он, вопрос Мне почему-то часто пишут там вопросы Типа, почему я нормал скилл не могу подняться на хайдж скилл Я им задаю вопрос, чувак А когда ты создал новый аккаунт У тебя вот такое вот сообщение было Что ты выбирал? Ты выбирал, что я уже играл в доту? Или ты выбирал, что ты новичок? Он говорит, что я выбирал, что я уже играл в доту? Но мне все равно дает нормал скилл Хорошо Хорошо, друзья мои Для вас Тестим А, я играл в стратегии Я играл в похожую Давайте новичок То есть, самый первый новичок То есть, типа, я не играл, я впервые играю в доту И посмотрим Меня кинет на нормал скилл или хайдж скилл? Это будет самая лучшая проверка Все, я нажимаю Я новичок Нажал А, так я не могу сразу играть Вол Меня, типа, сразу не кидают Пропустить обучение? Нажал пропустить Ну-ка, а можно пропустить? Хорошо Я нажал, что я новичок Я пропустил обучение Поехали Все, теперь Мне позволяет играть Вол, я думаю, что придется у меня проходить еще обучение Господи, никогда в жизни Что я сейчас делаю? Сейчас я сам по себе сыграю одну игру И потом включу запись на дота бафи Мы посмотрим, что была за игра и так далее Ну что, друг мой Ты все прекрасно видишь Я на твоих глазах запустил новый аккаунт Просто создал новый аккаунт В стиме нажал создать аккаунт Там ввел логин, пароль Зашел, запустил доту И врубил запись Там я выбрал Я новичок Никак абсолютно это не повлияло Мне в первой же игре дает хайдж скил Давайте быстренько глянем на саму игру Сыграл я за клапулечку Проиграли, разомнялся Лучший кэда у нас двоих Лучший хиро демэдж из 10 человек То есть лучший кэда из 10 человек И лучший хиро демэдж из 10 человек То есть вот это именно игра Которая должна быть у вас на новом аккаунте Вплоть до самой калибровки То есть вплоть до самого конца До получения рейтинга То есть отыграл здесь идеально Ну мы проиграли, потому что у нас сварк был чуть-чуть дцп Но бывает Нам победа здесь не важна И все равно дало хайдж скил Поэтому Теперь я могу уверенно заявить Да, у меня многие зрители писали про это в личку Типа Нормал скил дает, потому что люди нажимают Я новичок Когда заходят в доту Нет Вы полностью ошиблись Просто полностью Никак это абсолютно не повлияло Вы видели, я нажал Я новичок И первая же игра хайдж скил И теперь переходим к названию видео Так почему же название видео Вальвы следят за нами Потому что они знают все наши фейки На самом деле это так Именно поэтому кому-то дает Нормал скил, кому-то хайдж скил А стим он знает ваши фейки Да и там он берет средний ваш скил брекет На старом аккаунте Именно на старом И когда вы создаете новый аккаунт Он дает вам этот средний скил брекет Но можно спросить Почему вот я Вот именно я например Арксплю Да Я очень много откалибровал аккаунтов И они все всегда идут Вэри хайдж скил Тогда почему мне всегда дает хайдж скил В начале на новом аккаунте Ну Наверное потому что Вэри хайдж скил дать не может То есть это было бы С другой стороны это реально глупо было бы Ты делаешь новый аккаунт И тебе сразу вэри хайдж скил По крайней мере я ни разу не видел Ни у одного человека Чтобы был новый аккаунт И первая же игра была Вэри хайдж скил Такого я никогда не видел Дается хайдж скил чтобы Ты поиграл там 3-4 игры И тебя там уже будет поднимать вверх или вниз Ну вниз я не знаю как это можно опуститься Но постараться То есть Почему Valve знает про ваши фейки Потому что Steam он запоминает ID железа Во-первых Во-вторых MAC адрес и имя компьютера И создавая новые фейки Вы все эти данные просто записываете И они одинаковые Я вам прекрасно понимаю Что эти все фейки Эта цепочка относится к одному аккаунту Ну к одному человеку относится Вы можете в принципе проверить Попробовать Именно создать новый аккаунт На совершенно другом компьютере Типа ноутбук Да Здесь все другое Даже про IP Это ерунда Это можете даже забыть про это Можете попробовать создать там И вы увидите По-любому будет разница Вас я думаю кинет на хайдж скил Как это можно сделать сейчас Да если у вас только один компьютер Ну есть программы для этого Есть программы чтобы менять ID железа Там жесткого диска Есть программы менять MAC адрес Куча программ Меняете название компьютера Потом есть песочница Типа Sunbox Из нее запускаете Steam Это все можно реализовать Это очень все сложно Это все очень сложно А также еще На заметку Да В лицензионном соглашении Стима Я давно уже читал Есть такой пункт Про то что там написано Что запрещено иметь фейки Запрещено Это именно как раз к этому и относится То что они вычисляют ваши фейки Цепочку Это о чем говорит Это не значит конечно что вас сейчас будут банить Нет да Всем посрать Это значит что если они захотят Если будет ситуация Будет какой нибудь скандал Они смогут Вычислить всю вашу цепочку фейков Если им нужно будет И всех перебанить Например Какие нибудь там трейды Обменки Дал и тому подобное Вот так вот Я считаю что в этом выпуске Я полностью дал вам ответ Почему кому то дает нормал скил Кому то хайдж скил Что делать Как подниматься выше У вас в принципе есть время У вас есть 150 игр На новом аккаунте Да Чтобы подняться до Вэри хайдж скил Старайтесь как здесь например Если я играл здесь Не напрягаюсь Просто играл Вот первое место Херо дэмэдж Кда Старайтесь так же играть И вас 100% вас будут поднимать Не сразу же там После одной игры Там ну 2-3-4 игры подряд Попробуйте быть первым И вас скорее всего Поднимет Я уверен Но там тоже же Учтите что берется Среднее количество То есть если вы сливали 20 игр Да У вас было худшее Кда И херо дамаг То 5 игр вам не помогут Ничем Так же 20 игр Так же отыгрывайте Хорошо Все очень просто Все Я думаю что выпуск Можно заканчивать Самое главное Смотрите Пишите комментарии Задавайте вопросы Как на ютубе Так и можете писать Мне в личку вконтакте Моя страница вконтакте Указана в описании Данного видео То есть пишите Свои вопросы Кидаю дедуто баф Если материал наберется Я сделаю следующий выпуск Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok